Суместные вучения, которые ладились в районе населенного пункта Дашка, у Камагилевского района, проходили с 13 по 15 червеня. И они проводились в два этапа. Первый – по дрыхту, когда выполняют задач по обсталеванию пероправ. Другой – по наведению наплывных мостов и утромании пероправ. Про Днепр войсковцы наладживают пантон грузопадъемностью 60 тонн. Моцное тячение, глубиня раки, каля 6 метров, обрывистые бераги. Все это ускладняя выполнение задания. Так само наведены дублированные пероправы. Далее диверсийная разведывальная группа противника выводит со строю одно звяно моста. Командир батальона прямое решение – одновить пероправу с выкористанием резерва со складу пантонного парка Узбройных сил Российской Федерации. И задача поспехово выканано. Сборы впервые, учения впервые, а полевые выезды на срочные службы были. Для удела у суместным тактыка о специальном вучении у пантонного мостового батальона были призваны 100 военнослужащих запасов с Могилевской области. Начальник Генерального штаба Узбройных сил Беларуси годно оценил подрыхтовку войск отца. Я хочу сказать, что личный состав подготовлен хорошо, сборы в мире прошли успешно, показывают высокие заинтересованности, высокий моральный дух. Ну и, естественно, практически в два раза норматив перевыполнен был на оценку отлично. У манёрах примали удел понтонное подразделение 188-й гвардейской инженерной бригады, понтонное подразделение Узбройных сил Российской Федерации и дымовые подразделения 8-й бригады радиоацийной, химичной и биологичной обороны. В учении носили выключено оборонший характер и накированы на умоцевании региональной безпеки и союзницких обовязательствов. Считаю, что учения прошли плодотворно, ребята справились, все показали хорошие отличные результаты, сами прекрасно видели, были свидетелями. Считаю, что не нужно останавливаться на достигнутом, будем дальше продолжать сотрудничать, тренироваться на хорошо и отлично. Тя первая эскурция распроцовывать больше складанные задачи, как повышать узровень подрыхтовки военнослужащих обеих в Украине. Я надеюсь, что следующие задачи мы будем выполнять уже на нашей территории Российской Федерации. Наверное, мы и задачи будем усложнять по ширине водной преграды, по условиям преодоления и наведения наплавных мостов. Нарастим усилия общевойсковыми подразделениями. Обязательно мы будем привлекать танки, мотострелков, авиацию. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новинергеона.